Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Многие наши зрители интересуются, как же правильно получить семена огурца, кабачка и других тыквенных растений своего сбора. Дело в том, что большинство современных сортов огурца и многие сорта кабачка являются гибридными сортами и свой сбор семян с них совершенно нерационален. В то же время существует немало линейных сортов, которые при самоопылении воспроизводят семена, характерные для этого сорта. Сложность получения семян тыквенных растений состоит в том, что у них на одном растении образуются и мужские, и женские цветки. В этой связи невозможно обойтись без ручного искусственного опыления, оплодотворения цветков. Вот эти вот такие цветки без завязи, я покажу все это на примере кабачка, но все это в той же степени применимо и к растениям огурца. Вот они без вот этой нижней завязи. В то же время вот такие вот цветочки женские, они имеют нижнюю завязь. Дело в том, что мужские цветки созревают позже, чем женские. Женские готовы к восприятию пыльцы еще до того, как цветочек расцветет. А мужские продуцируют жизнеспособную пыльцу, способную опылить растения, только после своего полного раскрытия и в течение нескольких часов после закрытия цветка. Для того, чтобы получить полноценную пыльцу, необходимо выполнять опыление в утренние часы, ну и в любом случае до обеда. Для того, чтобы найти женский цветок, способный к опылению, надо конечно же найти тот, который вот-вот раскроется, но буквально завтра, но еще не раскрылся. Вот этот вот цветочек уже опылился, он уже раскрылся сегодня утром и уже засох. А вот этот вот, смотрите, у него еще вот эти вот лепесточки не высохли, они еще такие плотные. Он готов раскрыться завтра, и вот он-то и готов к восприятию пыльцы. Вот такие женские цветочки, которые еще не окрасились и не выросли как следует, вот здесь уже лепестки окрасились, а здесь еще нет, они еще не готовы к восприятию пыльцы. Для того, чтобы добраться до пестика, нам необходимо вскрыть цветочек. Для этого я буду использовать ножнички. Вот здесь вот мы обнажаем рыльцы пестика. Оно вот тут такое большое, красивое. Для того, чтобы его опылить, необходимо взять мужской цветочек, в котором достаточно пыльцы, вот она здесь высыпалась. Можно убрать вот так вот лепесточки и провести опыление, то есть вот этим пыльниками, вот этими провести по рыльцу пестика. После того, как вы провели эту процедуру, необходимо аккуратненько закрыть цветочек и оставить его в покое. При необходимости вы можете навесить сюда этикеточку или пометить его ниточкой, чтобы показать, что этот плод не надо собирать, что он семенной. Конечно же, есть небольшой риск, что пчелка завтра прилетит сюда и может принести еще какую-то пыльцу. Но это маловероятно, потому что в течение ночи пыльца прорастет, опылит этот цветок, сформируются завязи и уже рыльца пестика не будет восприимчива к чужеродной пыльце. Но если риски велики, то сюда можно надеть какой-нибудь бумажный, например, мешочек для того, чтобы не дать возможности насекомым сюда завтра прилететь и принести чужеродную пыльцу. Точно так же этот процесс проходит и у огурца. В связи с тем, что мы всегда рекомендуем высаживать несколько сортов и кабачка, и огурца, которые будут не синхронизированы по женским и мужским цветкам. То есть один сорт дает мужские цветки, другой сорт женские цветки. В этой связи, конечно, риски перекрестного пыления между сортами очень велики. И вот сбор собственных семян огурца, кабачка, является гораздо более трудоемким, чем такая же процедура у томата. Поэтому, конечно, прежде чем приступить к своему сбору этих семян, необходимо принять решение, так ли оно вам важно. В любом случае, если вы хотите сохранить какой-то свой сорт, может быть, старинный, может быть, кто-то вам дал в целостности, то, безусловно, один-два цветка нужно подвергнуть вот такой вот процедуре искусственного опыления и, соответственно, получить семена надежные своего сбора без каких-либо кинетических примесей. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего! И такой небольшой еще бонус. Вот в экспериментальной теплице все у нас хорошо. Кисти наливаются такие красивые, очень такие полные. Вот еще одна, один ярус наливается. Вот, никаких признаков болезней тут нету. Вот они растут, все хорошо. Вот здесь вот бочки мои, которые я с весны показываю. Здесь, видите, подкормка стоит, бродит там что-то немножечко. Это хорошо. Вот здесь вот у меня уже дубы такие наросли до крыши. Анонсирую, расскажу, что делать с верхушками, подрезать, не подрезать и так далее. Ну и вот здесь вот покажу ранку, которая у нас была сделана для ускорения созревания наливов. Вот она уже немножечко поджила. Вот там вот металлическая видна вот такая скобочка. Санонсирую вам еще, что буду снимать, какой эксперимент делаю. Сделал я эксперимент, несколько различных видов проволоки засунул в стебли томатов еще с весны. И буду смотреть, растворится там что-то или нет. Это в части мифов о том, что медная проволока защищает от фитофторы.